Пойти на принцип Неделя принципов, которые записаны в исходе 20 глава, когда Бог говорил для Моисея, чтобы он сделал 10 заповедей, по которым народ должен был жить. У меня такой вопрос. Смотря на эти 10 недель, которые мы с вами прошли, и те темы, которые я поднимал, те принципы, которые я раскрывал в каждой заповеди, каким-то образом на кого-нибудь повлияли или нет? Вы взяли какой-то урок из этого? Нет? И если так, то я надеюсь, что и последняя, 10 заповедь в его принципе сможет помочь нам раскрыть не то, что нельзя, а что нужно делать. Ведь на самом деле, когда мы думаем о 10 заповедях, многие из нас думают, что это список правил дорожного движения, действительно так говорят, что можно и нельзя делать. Но истинность заключается в том, что Бог создал 10 заповедей как способ для того, чтобы иметь отношение между тобой и им, и между тобой и другим человеком. Взаимоотношения. А взаимоотношения и ведут к раскрытию общения, принципов, которые люди могли бы принимать друг друга. В этой 10 неделе каждая заповедь, которая, могу сказать, за эти каждые 10 недель, каждая заповедь имела в себе принцип, который притягивал для отношения с Богом и с людьми. Приготавливая этот цикл проповеди, я все размышлял очень много и смотрел разные комментарии, разные книги. Вы знаете, я понимал, что 10 заповедей, я их не нарушал, то есть я не прелюбодействовал, не убивал, не крал, да, вот такое слово. Но когда я начал смотреть, например, в принцип и разбирать принцип, что Бог хотел сказать в этой 10 заповедей, в одной из заповедей. И принцип, да, когда прошел все, я почувствовал, что каким-то образом, на каком-то этапе своей жизни я либо приступал эти принципы, либо вообще не исполнял. Знаете, я подумал об этом, мне так стало неприятно, знаете, вот все-таки вроде как 10 заповедей не нарушил, а если подумать о принципах, то на каком-то участке моей жизни все-таки я в той или иной форме нарушил ее. И вот, думая об этом, знаете, я чувствовал себя так неприятно, и вот что-то произошло, вот я рассмышляя над этим, все-таки я не выполнил 10 заповедей, никто не может выполнить 10 заповедей фактически, да, как будто мы вот так живем. На самом деле мы не под законом же, мы живем по благодати, но принципы, которые мы используем в 10 заповедях, помогают нам стать на самом деле теми искренними верующими людьми, которые люди нас узнают. Мы спасены по благодати, милости Божьей, не под законом живем, но формируют эти принципы наш характер. Дальше во время моего такого рассуждения вдруг я почувствовал, что Бог обращается ко мне к такой мыслью. Мысль очень проста, наверное, она понравится и вам. Он обращается и говорит, 10 заповедей я дал народу не для того, чтобы удовлетворить себя, и чтобы мне было радостно и приятно, что я дал им закон. Я говорю, ну и дальше так чувствую. Я дал 10 заповедей для того, чтобы эти заповеди, в них люди нашли счастье и безопасность. Я говорю, хорошо. Я на самом деле, как человек, как верующий человек, я чувствую себя в безопасности, когда эти заповеди окружают меня. Исход 20 глава, 17 стих. Последний принцип. Принцип, который я потом вам покажу и расскажу, чем я хочу сказать. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его. Ничего, что у ближнего твоего. Кажется, 10 заповедей. Не желай, не вожелай. Хотя я назвал свою проповедь или свой последний принцип, принцип довольства. Но в самом деле, этот стих говорит о зависти. Он вполне раскрывает чувство зависти человека. К ближнему я просто хочу показать, как можно жить и изменить позитивно эту заповедь. То есть здесь, в этом стихе, Бог раскрывает именно то чувство зависти к ближнему, то, что другой человек имеет. Поэтому говорит, не вожелай. Человек начинает желать себе того, что у ближнего по одной причине. По причине, что он не удовлетворен своим положением или своим имением, которое у него есть. Чувство возжелания или желание, чувство зависти поднимает человека тогда, когда он чувствует себя неудовлетворенным в том, что он имеет. И поэтому я назвал свою проповедь, принцип довольствия, быть довольным. То есть слово здесь используется как алчность. На еврейском больше говорится об алчности. Человек, сердце его и состояние алчности. Я хочу и желаю. Послание к евреям. Есть местописание, которое я хочу показать вам, что именно желание или алчность очень соприкасается с довольствием. Мы хорошо знаем один стих, но больше всего знаем из-за его вторую половину, что он говорит. И мы можем цитировать ее. Все помнят, да? Не оставлю тебя и не покину. Когда нам сложно, трудно или что-то еще происходит, мы цитируем местописание или вспоминаем, мы наизусть его помним. Не оставлю тебя и не покину. Это послание к евреям, 13 глава, 5 стих, вторая половина. Но я потом прочитаю, что говорит первая половина. И когда вот здесь говорится, ибо сам сказал, то есть сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину, но здесь тот, кто писал послание к евреям, использует или вспоминает местописание, которое Бог говорил к Иисусу Навину. Когда Моисей умер, и фактически чувство такое, ну кто дальше нас поведет, Бог обращается. И я вам почитаю, 1 глава, 5 стих, Иисус Навин. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так я буду с тобой, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Очень интересно, потому что в Новом Завете цитируется старый принцип. Принцип, который Бог говорит, я тебя не оставлю, я тебя не отпущу, я буду с тобой всегда. Но давайте посмотрим, что говорит первая половина послания к евреям. То есть, посмотрите, имейте нрав, слово нрав, кто может мне объяснить вот это слово нрав? Характер. Имейте характер, имейте принцип жизни, имейте в себе те устои, которые говорят, не серебролюбивые. То есть, не позицию любить серебро, но довольствуйтесь тем, что есть. Очень интересно, потому что это пересекается с 10 заповедью, с принципом, не будьте в своей жизни сребролюбивыми. Не нужно, но будьте довольны, становитесь довольными в вашей жизни. Для того, чтобы быть довольным, почему? Потому что дальше пишет, ибо сам Господь сказал, не оставлю тебя и не покину. Помните, говорил, что когда приходит чувство желания, алчности, когда человек не способен, или терял вообще надежду, или же чувство, что у него что-то не так, у него что-то не хватает. И Бог говорит, я тебя обеспечу, я буду с тобой по этой причине. Бог говорит, не имей алчности к тому, что имеет твой сосед, твои близкие, родные. Будь свободен, потому что я с тобой. И чувство, или же чувство довольства, должны полагаться на веру, что Бог никогда не оставил тебя. Чувство довольства. Когда человек доволен всеми обстоятельствами в своей жизни, он знает, что с ним Бог. У него нету страха. Довольство означает, что ты знаешь, что Бог рядом с тобой. Что такое алчность, опять еще, слово? Желание, да, крепкое, крепкое, разве плохо желать? Нет, хорошие вещи желать. Но когда это желание, чувство пожелать перерастается в агонию, с таким чувством, что я хочу получить его любой ценой, вот это чувство алчности, Бог хочет, чтобы оно не проявлялось. А наоборот, мы могли быть довольны тем, что у нас есть. Второе в законе, повтор закона, который перечисляется в исходе. Пятая глава, 21 стих. «Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни полего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Интересно. Нет, как я сказал, ничего плохого в мотивах слова «желать». Само слово представляет собой часть нашего естества, нашей жизни. Потому что мы с вами желаем кушать, мы хотим пить, мы хотим работать, мы хотим отдыхать, мы хотим. У нас есть желание. Потому что когда не будет желания, у нас не будет желания, и у нас будет, как оно называется, пессимизм, депрессия. Никакого желания нет. То есть слово «желание» здесь, оно хорошее слово. И не желать того, что не твое. Вот что Бог хочет сказать. «Не желай то, что не твое». Вот решение вопроса, которое может победить алчность. Слово «имя Бог» хочет, чтобы мы, как верующие люди, знающие и надеющиеся за Бога, что нас не оставят, и не покинут при наших обстоятельствах, даже когда у нас, может быть, нет того избытка, который есть у нашего соседа, мы не хотели, не имели желания иметь то, что не наше. Но на самом деле желание-то хорошо иметь. Желания должны быть и быть довольны тем, что Бог с нами. 1 Парапламино 16 глава 11 стих. «Заищите». То есть «и желайте Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Луки 12 глава 31 стих. «Наипаче ищите». То есть «желайте Царства Божьего, и все остальное, оно приложится». То есть, другими словами, когда ты будешь удовлетворен, когда будешь в довольстве жить тем, что у тебя есть, то все остальное, все остальное, оно прилепится. Как удивительно, что часто мы возвращаемся в наших проповедях, в нашей жизни, соматических Барашид, в первой книге Бытие, в том месту, когда началось грехопадение человека. Я хочу показать вам одну интересную вещь. Бытие 3 глава 6 стих. «Увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Интересное место, да? Местописание, которое, вот, где, фактически, вот нас цепляет наш враг. Что делает Сатан? Он вложил чувства и желания, которое переросло в алчность. Алчность взять то, что им не принадлежало. Бог говорит, «Ото всех деревья кушайте, а вот это дерево мое». Чем оно отличалось? Но сам вопрос, что за дерево? Интересно, ну что за дерево? И вот что делает Сатан? То есть враг, на еврите Сатана, да, Сатан, да, это враг. И еще говорит, вот враг идет, да, он идет, враг, но во мне ничего не имеет. Сатан предложил им то, что им не принадлежало. И сделал из этого приятное ощущение. Им понравилось. Чаще всего Сатан, или же мы искушаемся тем, что не наше. И насладиться, взять то, что не наше, и насладиться, что оно стало нашим. Да, вот так получается. Так бывает очень часто. Алчность побуждает нас отречься от Бога. Алчность побуждает человека отречься от Бога, как это произошло с Адамом и Евой. Их алчность, да, и вкусив то, что запрет, то, что им не принадлежало, принадлежало Богу, привело к тому, что они были, ну, как сказать, отрезаны от Божьего присутствия. Они повернулись от Бога. И когда у нас эти чувства проявляются к тому, что у моего ближнего есть, да, вот это слово алчности, на самом деле мы не надеемся на Бога, что Он с нами постоянно, она заботится. Таким образом мы говорим, мы для себя сами сможем приобрести то, что мы хотим, значит, я отворачиваюсь от Тебя, от Того благоволения, от того, что Ты мне дашь. Алчность намного серьезнее состояние, чем мы думаем. Мы так себе, ну, как бы мечтаем что-то, или как придумываем, но в самом деле даже оно опаснее, чем мы вообще представляем себе. Луки 12 глава, смотрите, что пишет, 15 стих. При этом сказал им, Ишуа говорит, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ишуа предупреждает об опасности, алчности в форме накопления вещественных доказательств. Да, у нас должно быть мне, мое и много. Так, чтобы никто не видел, но я чувствовал, что у меня есть удовлетворение, что оно у меня есть. Оно у меня есть. Такой некий мистер Плюшкин. Да? И на самом деле желая иметь то, что не имеют другие. Мы хотим это, да? Далее в Новом Завете мы видим, как перечисливают апостолы страшные грехи. Страшные грехи, в которых верующий человек не должен быть замечен. Для верующего человека это не стандарт. Греховная жизнь, это не жизнь верующего человека. Мы должны быть свободны от греха. Ишуа взял на себя этот грех. Мы должны исповедовать и должны освободиться. Смотрите, что пишет Павел. 1 Коринфянам 5 глава 11 стих. «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто называется братом, оставаясь блудником или лихаимцем». Вот это слово «лихаимец» — это алчный человек. Да? Или идолослужитель, или злоречивый, или пьяница, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ладно, мы думаем, мы все-таки должны достигать неверующих людей, которые себя плохо ведут. Но здесь Равшаул говорит о том, чтобы мы, те, кто называет себя братом, но таким образом живут, особенно алчные люди. Я сегодня говорю о заповеди алчности, чтобы мы были свободны от того, что мы хотим что-то иметь за счет другого. Послание к Ефесянам, 5 глава, 3 стих. «А блуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым». А что, есть неприличные святые? Есть, правильно, молодец, кто-то сказал им, есть. Они называют себя верующие, поступают как лихаимцы, как неверующие люди. Я понимаю, что в этом мире это может быть образ жизни, но для верующего человека это не стандарт. Алчный человек, приравнивается здесь очень к интересному человеку. Особенно, посмотрите, к Каласянам, 3 глава, 5 стих. Удивительный стих. Почему, фактически, алчность так опасна для верующего человека? Итак, «Умертвите земные члены ваши». Какие? Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, и дальше запятая, которое есть идолопоклонство. Другими словами, любостяжание, или же, другими словами, если так правильно сказать, «Нарушая десятую заповедь, ты становишься, отворачиваешься от Бога, а значит, становишься идолопоклонником, и возвращаешься обратно к первой заповеди, которая говорит, какой твой принцип жизни? Кто у тебя приоритет?» Так интересно получается, первая десятая заповедь, как будто между собой связаны. Если нарушая эту заповедь, «Не возжелай, ты становишься идолопоклонником, значит, врагом перед Богом, и Бог задает вопрос, «Кто я для тебя?» «Да не буду тебе других богов!» И возвращается опять заново. Друзья, я понимаю, что очень сложный мой оборот для вас послания, но на самом деле, посмотрите, исход 20 глава, 17 стих, «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его». Я еще вернусь к валаам и ослам. «Ничего, что у ближнего твоего». Какое-то такое получается интересное. Почему Бог впереди перечисляет жены, рабов, рабынь, вала, осла, потом говорит, «Вообще-то ничего, что у ближнего твоего не хоти, не желай». Заметили, нет? Это так интересно так. Сначала перечисляет, а вообще-то хочу сказать, все, что у твоего ближнего, не желай. А кто такой ближний? Нет. Друзья, помните, Ишуа сказал историю о добром самарянине. Да? И он говорит, кто стал ближний ему? Он не сказал, кто был родственником. Самарянин, к этому несчастному был никто. Он говорит, тот, с кем ты соприкасаешься. Ближний – это тот, с кем ты соприкасаешься по жизни твоей. Поэтому, здесь очень интересно, не говорится только о верующих, здесь говорится обо всех, с кем наша жизнь нас соприкасает. Вол я все представляли собой в Израиле очень интересные как бы символы. Если у тебя больше поля, у тебя должно быть больше волов и больше ослов для того, чтобы его обрабатывать. Если ты обрабатываешь большое поле, ты снабжаешь себя, другими словами, ты становишься благосостоятельным. Слышите, нет? У нас ни у кого дома ослов нету. Может быть, у кого есть бабушка в селе, и есть там корова, то не об этом говорится. Вот здесь имеет принцип то, что благосостояние человека, которое является твой ближний, он говорит, не желай, не желай его состояния. Не желай, не вожелай, не завидуй с горечью, не стремись к любостяжанию, не желай чего, что у твоего ближнего. Не желай. Тогда ты будешь доволен тем, что ты имеешь. Не желай. Бог не говорит, что плохо иметь желание. Наоборот, желание чужого иметь. Вот здесь проблема. Имейте желание. Желание жениться. Хорошее желание. Да, конечно, можно сразу говорить Бытие 2.18. И сказал Господь, Бог нехорошо быть человеку одному, сотворим его помощника, соответственно, ему. Хорошо жениться, выйти замуж. Ну, разнополом на сегодняшний день буду добавлять в это время. Надо часто, а то есть люди, которые по-другому понимают. Потому, оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене. И будут двое, одна плоть. Хорошо иметь желание, но желание жениться на жене ближнего твоего, плохое желание. Вы понимаете, о чем? Принцип. Жениться хорошо, желание процветать и устраиваться бизнес, это хорошо. Но желание иметь чужое, да, вот это плохо. 1 Коринфянам 27. Но избегая блуда, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Мало того, мужа и жену. Второе довольство противовес конкуренции. Сегодня говорит, ну вот в экономике должна быть живая конкуренция. Да, должна быть настоящая конкуренция, чтобы могли быть цены нормальные. Давайте рассудим за тем, что такое конкуренция. Что такое конкуренция? Это желание, чужого. Не-не-не-не. Конкуренция это не уступать другому в своем бизнесе. Конкурентному бизнесу. Да, это то, что соответственно слово соперник. Твой конкурент, а твой соперник, который не удовлетворен своим состоянием дел. Конкурентно конкурентоспособный, значит, искать любые, чтобы управлять и быть конкурентоспособным, значит, кидать вызов тем соперникам на рынке. Довольство не может быть конкурентоспособным. Если я довольный всем, я не буду искать какие-то другие принципы, как завалить такого же продавца, как у меня. Я доволен тем, я развиваю свой бизнес, я не имею проблему. В состоянии верующего человека довольство, которое я удовлетворен тем, что я имею, не может иметь состояние конкурентности. Оно удовлетворено тем, что имеет. Конкуренция и богосостояние это соперничество в процветании. Конкуренция между людьми, даже между верующими людьми конкурентами становится. В чем мы смотрим конкурентность? Мы смотрим, как они одеваются, как они имеют вывеску какую-то и мы пытаемся что-нибудь повторить. Конкурентность сравнивает свою деятельность с деятельностью другого конкурента. Правильно? Как они работают? Они сравнивают все, что делается соперник, лучше их и пытаются использовать те же методы. Если ты стал недовольным тем, что ты имеешь, тогда ты начинаешь сравнивать себя с другими людьми. Вот этот принцип. Ты становишься на тропу сравнивание, какая у него машина, какая у него квартира, где они кушают, как они кушают. Начинается преследование в инстаграмах, в фейсбуках и так далее. Смотрят, где они, и начинают конкурентоспособными, они начинают конкуренцию ставить себе. Сравниваешь его доходы, его расходы. То есть, другими словами, как можно вычислить человека, который хорошо зарабатывает. Конечно, у нас люди по-другому мыслят, но на самом деле посмотри, где он отдыхает, на какой машине он ездит, посмотри, в каких ресторанах он кушает. Ну, как это узнать? Посмотри на фейсбук, посмотри, что он выставляет. Конечно, он может фотографироваться у чужой машины, но сама суть-то. Оно возбуждает у тебя чувство конкуренности. У него есть такая фотография, почему мне не может быть? Пойду фотографирую с той же машины. Вы знаете, грех стяжательства и недовольства никогда не дает человеку радоваться в успехах и благословении другого человека. Когда у нас есть чувство желания, алчности, мы никогда не будем радоваться, что другой человек благословен, он успешен. Проверьте себе, вот это самый большой барометр в вашей жизни. То есть, другим словом, если ты не рад, что Бог благословил ближе на твоего, но, знаете, такое чувство, «А почему не меня?» Вот, да, ну так, вот его благословил когда так, «А почему я что, хуже?» Вот это чувство, да, это уже есть небольшое чувство алчности такое, пробуждается в тебе. Или мы так говорим, вот обо мне так подфартило бы, о, как было бы хорошо, правда? Маленькая, маленькая зависть, такая маленькая зависть. Один из примеров вам покажу, я буду давать несколько примеров таких. Вы представляете, приходите на похор своему другу, и он говорит, бабушка умерла, он говорит, ну, сочувствую, бабушка умерла, я ставила наследство, квартиру, трехкомнатная Дерибасовская, бриллиантовое кольцо, которое я вчера сдал в ломбард, и мне его купили за сто тысяч зеленых. Сначала ты сочувствуешь, бабушка умерла, да, когда он говорит тебе, что она оставила у тебя наследство, что моя бабушка сейчас живет? Почему у моей бабушки нет квартиры на Дерибасовской? Чувствую такое, почему ему повезло, что бабушка умерла? Лучше бы она жила долго. Ты не радуешься, когда человек получает благословение? Особо интересно, когда твой враг, которого ты ненавидишь, вдруг у него сделка получилась. У тебя не только нет радости о том, что он, у него сделка хороша, он радуется, да, он, а у тебя еще поднимается такой гнев, что ты начинаешь жить. Но самый большой интересный тест, когда твой друг или твой враг по жизни вдруг ему, как говорит слово, не подфартило, попал в какую-то казусную ситуацию. Внутри себя ты думаешь, вот так, вот так, не нужно было дергаться. Те говорят, ты знаешь, там Йоси попал в аварию на своем Лексусе. Ты думаешь, а как? Да, выпендрился, а как? Лицо целое? С таким чувством такой, ох, хорошо. На самом деле, это алчность, которая внутри нас поднимается. Это грех, который соответствует 10 заповеди. Сравнение друг с другом, это конкуренция между людьми, которая не должна проходить среди верующих людей. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Ибо вы, или ибо мы не смеем сопоставлять сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивают себя с собой неразумно. Новый Завет полон подтверждения того, что Бог говорил о Моше. И мы прочитываем, мы просто раскрываем в Новом Завете может глубины, которые нам еще непонятны или непонятны были во время, когда изучаем 10 заповедей. Здесь говорит, эти люди, то есть они безрассудны, когда сравнивают себя с друг другом. Не стоит сравнивать себя с друг другом. Многие наши семьи, друзья, я большому сожалению говорю, живя в современном мире интернета, интеграции, развития, можно сказать, сетей, всевозможных, как и хороших, как и плохих, многие наши семьи, несмотря на то, что мы живем по своим доходам, начинаем сравнивать себя с иллюзией, смотря на фильмы, смотря вистаграмы, как люди отдыхают, некоторые моменты, как идет реклама в наших телевизорах. Что я имею ввиду? Когда муж с женой, вот они, жена смотрит телевизор и видит там, даже этот самый, сейчас рекламу дает Зеленский, и там еще другие, типа купи кольцо, купи кольцо, для своей салона такого-то. И тут нет разницы, что они там, может быть, купил кольцо и там они сразу поссорились, но они же не показывают, что они после дарения кольца она ему там надавала, потому что оно дешевое было, но сама суть-то, но сама суть-то показывает тебе, что он дарит ей кольцо. Она приходит домой, а муж у телевизора в футбол смотрит и в мысли, а где же мое кольцо? Он говорит, а там в ящике со всеми гайками. Это однажды мой сын, когда хотел жениться, не мог себе позволить, ну так, нужно было собирать, потому что нормально, как бы, хорошее кольцо, чтобы подарить девушке. Я помню, взял, пошел, кольцо где-то купил, он подсел именно под шайбу, или что-то такое, знаете, такое какое-то, как сказать, в стиле, ну не, в стиле таком, знаете, не ретро, а вот какой-то хард-рок, или не знаю, что такое, знаете, вот такое. Я когда увидел, говорю, сынуля, ты же не себе даришь, ты же не себе даришь, у тебя же девушка со вкусом, как бы, Даша, ей же нужно это самое, она же леди, говорит, а что делать, она мне нравится, нормально, говорю, пошли, мы пошли, сдали кольцо и купили такое с синеньким таким вот камушком, таким приятным все, он говорит, ну, что ты так, я говорю, дари, она, конечно, когда он подарил, она была, расцвела, но само чувство, что на самом деле мы сравниваем и мы начинаем диктовать нашим семьям, мужьям и женам то, что мы увидели в сетях, то, что мы увидели по телевизору, и мы сравниваем эту позицию, и мы, то есть, представляем себе адшную жизнь, то есть, мы хотим получить то, что нам предсказывать. Однажды молодой человек спросил меня, Ребе, а вообще можно подбирать местописания, вот, мы учили, я учил гомолетики, разные местописания и соединять их вместе, я говорю, вообще-то, это можно, но надо смотреть, что ты имеешь ввиду, когда ты их соединил, смысл твоего соединения, что ты читаешь, когда ты соединяешь вместе, он мне говорит, ну, как бы, я вам могу дать, я говорю, ну, давай, он говорит, вот у меня есть чувство такое вот, хорошее, Псалом 83, 12 стих, ибо Господь Бог есть солнце и щит, я говорю, ну, нормально, Господь дает благодать и славу, ну, нормально, ходящих в непорочности он не лишит блага, нормально, правда, ходящие в непорочности, я говорю, хорошо, дальше, а можно смотреть в следующий стих к этому, я говорю, какой, Псалом, притчи, 18, 23, кто нашел жену, тот нашел благо, получил благодать от Господа, получил благо, я говорю, и, он говорит, если я буду ходить в непорочности, Бог меня возблагодит благом в виде жены, я говорю, нормально, вот эти два стиха можно соединять вместе, ходи в непорочности пред Богом, и он благословит тебя, женой, через время, я, если я назову имя, вы будете знать его, он приезжал к нам на ретрит, он познакомит, рэбе, познакомьтесь, это мое благо, и познакомь ее своей женой, они счастливо живут долгое время, знаете, вот момент здесь очень интересный, потому что Бог благословит благом, Бог хочет нас благословить, последний пункт, наслаждайтесь перед тем, как что-то захотите, перед тем, как что-то вы захотите, наслаждайтесь тем, что у вас есть, чтобы быть довольным, нужно научиться утешаться, наслаждаться тем, что у нас есть, Псалом 36, 4 стих, это буквально немножко у меня осталось, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего, да, много людей истолковывает это, или применяет это местописание очень искаженно, я бы хотел показать, к чему оно привязано, большинство людей думают, что если ты будешь служить Богу, то чего не попросишь у Него, то Он даст, слышите, да, вот, как бы так, вот, как бы, Новый Завет, оно говорит, просите, да, оно будет вам, но когда здесь это местописание я использую, написано, утешайтесь Господом, и Он исполнит желание твоего, если ты, несмотря на то, что происходит, то есть Давид в этом Псалме перечисляет все трудности, поднялись люди плохие против него, что восстали злые, что побеждают те, кто не знает Бога, неправедные, и вот здесь в этом состоянии, когда ты видишь, что люди безбожные процветают, да, Бог обращается, а ты утешься Господом, то есть утешься тем, что вот, вы помните, говорили, что Бог всегда с тобой, когда ты доволен, то есть когда ты в довольстве, ты знаешь, что Бог с тобой, ты утешаешься, или получаешь удовлетворение в том, что у тебя есть, и тем, что тебя Бог обеспечил, тогда Он исполнит не твои желания, потому что наше желание уже нет, а Его желание в нашем сердце. один из примеров, который я вам скажу, простой, я уже говорил их много-много-много раз, когда Татьяна была беременна нашим первенцем, в то время мы были в эмиграции, и мы даже не понимали, что такое слово сонограмма, да, или как это называется, УЗИ, УЗИ, сегодня на третьей неделе, да, уже можно делать УЗИ, кто там, кто скажет, а, на каком, Ира, на каком месяце ты узнала, что тебя вспоминаешь? На третьей ты начинаешь узнавать, а мальчик или девочка? На тринадцатой неделе, да, кто там может сказать? На тринадцатой неделе ты начинаешь уже, кто-то уже начинает думать. Таня была беременна, мы не знали, кто будет, абсолютно, не знали, кто будет, до восьми месяцев мы вообще как бы у доктора не были. Скажите, вы что, точно эмигрировали? Да, там не знаешь, что делать вообще. Восемь недель. Не, извините, восемь месяцев. В это время у нас очень тяжелая была обстоятельства нашей эмиграции. но мы были такие счастливые, довольны тем, что в первую очередь это мы покинули, будем говорить так, страну, не знаю, как Египет, да, такой, Советский Союз. Страна унижений, страна притеснений, называли занавес, да, занавес, она рухнула. Тогда, в то время еще нет, но мы покинули страну, где верующим не давали возможность вообще верить. я на своей шкуре это пережил. И вот в это время я даже не помню, у нас даже денег почти не было. То ли 100 долларов, то ли что-то еще в это время. А знаете, как хотелось вкусненького, особенно моей жене? Те, кто беременны, они знают, а те, кто рядом с беременными ходят, тоже знают. Попробуй их взять. Но Бог давал мне возможность заработать, и я был доволен тем, что вообще я женатый человек, моя жена беременна. И вдруг приходит мысль, а вот было бы хорошо, если будет первенец, сын. Это вот классно будет, но это не так сильно как бы желание, как бы, ну, это сверхъестественное, сверхъестественное. А потом, а будет классно, если он родится в Риме. В Риме. А потом еще следующий, а еще было бы хорошо, чтобы она еще родилась на моем день рождения. Да? Я достал день рождения. Я прихожу к Татьяне, она меня поздравляет рубашкой в клеточку, красивая такая. Я говорю, дорогая, подари мне сына. Она смотрит на меня. Говорит, доктор сказал, в январе. Я говорю, ладно, и хорошо. Говорит, пойдем праздновать мое день рождения Ватикан. Евреи в Ватикане, да? Ну, ничего, там наши люди всегда были. Вроде там Костя Петра, да, там, или Павла, Павла, там, называется Собор Павла. Не знаю, правда это или нет. Мы пошли гулять с друзьями. Красивая, после, как раз после Рождества, это вот вертеп, там, все люди ходят, прохладно, мы закутанные, Таня ходят перевалкой, да, и с друзьями, и вдруг они там, две сестры, начали щепотом что-то говорить. Прибегает ко мне, говорит, надо срочно, срочно нужно в больницу. Что такое? Воды отошли. В тот день, на мое день рождения, в Риме, за одну минуту до полуночи, или 12 часов фактически, у меня родился сын. Я говорю о том, что когда мы остаемся довольны тем, что у нас есть, и то, что Бог нам дал, тогда наша жизнь становится в безопасности, потому что Бог с тобой всегда. И все, что я хотел подвести черту этим десяти неделям, если ты научишься быть довольным в своей жизни всем тем, что у тебя есть, не завидовать или же не желать того, что находится у твоих соседей, независимо они богаты либо бедны. Тогда тебе никогда не захочется иметь чужого, если будешь довольным. И любое желание алчности, приобретения незаконным способом, либо для того, чтобы тебе завидовали, оно уйдет. У нас сейчас будет время, время пообщаться с Богом. За десять недель у нас много что произошло. Я знаю, что многие люди раскаивались, ходили примиряться, где-то делали шаги к изменению своей жизни. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы пообщались с Богом, нам дан Дух Святой, чтобы Он, на самом деле, судит нас. Я не могу сказать покайся, пока Дух Святой не скажет и обличить тебя, ты покайся. Дух Святой здесь, чтобы нас обличить, показать нам истину, показать, чему приведет твое упорство. В этой атмосфере я хотел, чтобы мы поговорили с Богом. Не там, где мы нарушаем наши заповеди, а где принципы, которые основаны на Писании, могут изменить нашу жизнь и где-то, наверное, раскаются, покаяться. Задайте ему вопрос, где мне измениться? Алчность это как бы как будто последний последний заповедь, да, не будь алчным, но самое сложное потому что цепляет нашу личность. И если мы где-то позволили ей развиваться, мы опять возвращаемся к первому вопросу. Бог задает каждому из нас, кто я для тебя? Мы опять первая, вторая, третья, четвертая, шестая и так далее, и так далее. Десятое доходим, если мы опять непримиренные в своем душе, тем, что мы довольны тем, что у нас есть, мы не смотрим на то, что кто-то имеет, не пытаемся завидовать, это чувство такое неприятное, нам всегда будет мало, я вам скажу честно, всегда будет мало, сколько бы ты ни зарабатывал, всегда будет мало, просто представьте себе, что такое миллион, никто не может представить, что такое миллиард, это хватит вашим детям, детям ваших детей, детей ваших детей, детей, детям в пятое, шестое поколение, а люди, которые зарабатывают пять, шесть, тридцать миллиардов в их состоянии, с одним одним словом, ни ни одному поколению не хватит жизни, чтобы потратить все это, но если мы, как верующие люди, вообще останемся к этому хладнокровно и будем довольны тем, что у нас есть, и с тем малым, что у нас есть, либо с тем большим, что у нас есть ответственность перед Богом, успокоимся, и тогда будем мы точно знать, что Бог говорил, Он сказал, я не оставлю тебя и не забуду, с малым или большим, я всегда с тобой, я хочу предложить вам именно покаяние, в своем сердце, если вы нас первый раз и не знаете Ишуа личным спасителем, наверное спросите меня, что значит верить в Ишуа? На самом деле Библия говорит о том, что слово было у Бога и слово было Бог в начале. Иоанн говорит другие слова еще, и это слово стало плотью и обитало посреди нас полное благодати. в еврите или как в еврейской культуре мы говорим, что вот Тора написана кожа, как живая. Ишуа приобрел себе тело, пошел в человеческое тело, чтобы дать себя в жертву за каждого из нас, за весь мир, особенно за еврейский народ. об этом говорит Писание. Принять Мессию, изменить свою жизнь нелегко. Друзья, не говорю легко, но есть в этом уверенность в будущем. Много хороших людей в мире, но не означает, что каждый из них осознал свои прегрешения, свои ошибки. Нет ни одного человека в мире, кто бы не грешил. Либо с детства, либо уже с возраста. Все, что нужно, осознать, что Бог возлюбил тебя и меня, весь мир, что Он отдал своего Сына в жертву живую, в жертву, которая даст нам милость и благость. Почему в живую? Потому что в каждом поколении есть надежда. И если в иудаизме мы просто верим в обетование Божье, но мы на самом деле не имеем этого близкого отношения с Богом, потому что Бога никто никогда не видел. Но когда мы говорим за Ишуа, почему-то эти близкие отношения возрастают в том смысле, когда мы чувствуем, что кто-то вместо нас взял грех или же ошибки на себя. для нас приятно, когда кто-то за нас заплатит наши долги. Я обращаюсь сегодня к тем, кто, например, не может оплатить коммуналку. Вы приходите и не можете оплатить. У меня была такая ситуация буквально пару месяцев назад. Одна женщина покупала билеты на поезд и вот-вот поезд должен отходить. Она говорит, дайте мне билет. Выписывала билет, оплачивайте. И она вытаскивает белорусские рубли. Как там называются? Зайчики, не знаю. белорусские рубли. А ей говорят, мы не принимаем таких денег. А где? Она говорит, не знаю, ищите. И я вижу, женщина, она в смутении. Не знает, что делать. Я говорю, а сколько они стоят? Она говорит, там 120 или 130 гривен. Я заплачу за них. Если бы вы видели это лицо удовлетворения, что кто-то за тебя заплатил, так же с Ишуа. Когда мы говорим просто о Боге в синагоге, мы не чувствуем, что Он нас каким-то образом спростил. Мы чувствуем, все обязаны чем-то. Да, радость, верующие, евреи и так далее. А в Боге Вишуа, Вишуа Мессии, мы чувствуем, что то, что происходило каким-то образом, кто-то взял на себя. И мне не стоит платить. Мне стоит покаяться. Как? Простой молитвой. Верю, что мои грехи покрыты как пророки пророчествовали. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что Он был унижаем, наказуем Богом. Он страдал добровольно. Добровольно. Мой твой грех привел его на Голгофу. Десять заповедей, десять принципов. Десять меня записаны здесь, чтобы я был совершенным. Но кто искупит меня от того совершенства, которое я имею? Мне нужен Спаситель, Который мог обратиться, Который может мне показать, Который может открыть через Дух Святой, как мне это сделать. Поэтому сейчас в ноги. Я обращаюсь к вам, верующим людям и тех, кто может первый раз у нас. Имя Господа крепкая башня. Я войду туда и буду спасен. Сегодня для нас Бог дает возможность принять Ишуа личным спасителем. Просто сказать, я нуждаюсь в тебе. Ты нужен мне, чтобы я мог возродиться и восстановиться в моих принципах, которые написаны для меня, чтобы я был счастливым человеком в десяти заповедях Моисея. Мы не под законом, под благодатью, но благодать это не то, чем можно пренебрегать. Благодать незаслуженный дар. Жизнь с избытком это жизнь перемены. Ищите прежде всего Царство Божие. Все остальное оно приложится. Продолжение следует...